Привет, друзья! Раньше у меня на канале вообще не было Meizu, а теперь вот второй подряд обзор на смартфон от этого бренда. Напомню, в прошлый раз я рассказывал вам о 100 баксовом бюджетнике Meizu M5, а сегодня рассмотрим его старшего братана M5 Note. Именно эта модель сейчас является лидером голосования в моей группе ВКонтакте. Вы отдали за ее обзор больше всего голосов. Хотели? Получайте! Я уже сейчас вангую появление комментов типа смартфон шлаг и отстой. Ребя, давайте так. Да, по производительности он откровенно сливает ближайшим конкурентам от тех же Xiaomi. Тут вопросов нет. И фаны Xiaomi имеют все основания на то, чтобы захейтить Meizu M5 Note просто в мясо. Но эту модель все равно будут покупать люди, которые любят Meizu, любят Flyme и не рубятся в серьезные игры. Поэтому давайте спокойно и объективно посмотрим на эту новинку, а выводы каждый сделает для себя сам. Ну в конце как обычно я выдам свое субъективное мнение. По ценам. По состоянию на начало января младшую версию, а именно она у меня на обзоре, можно взять за 130 с лишним долларов. Это будет версия именно в таком серебристом цвете, она самая доступная по цене. И не забываем экономить как минимум червонец баксов, а то и больше с помощью кэшбэка. Инфа о лучших сервисах кэшбэка есть в описании под видео, там же будут ссылки на адекватных продавцов. Смарт заказывал на Алиэкспрессу, известного многим продавца Skyway. Как обычно, этот магазин отправил девайс в надежной воздушной упаковке. Имеем фирменную картонную коробку, переходник для евророзеток и бонус от продавца в виде защитного стекла на дисплей. Официальная комплектация, помимо смартфона, включает в себя обычный кабель USB-MicroUSB, массивный блок зарядного устройства с поддержкой быстрой зарядки и, конечно, металлический ключ для открытия лотка. Зарядная рассчитана на 2 Ампера и переменный вольтаж 5, 9 или 12 Вольт. В плане дизайна Meizu M5 Note это полная копия смартфона Meizu M3E. Сразу скажу, мне дизайн зашел. Корпус неразборный, цельнометаллический. Никаких пластиковых вставок сверху и снизу, повсюду алюминиевый сплав. Для приема сигнала антеннами предусмотрены лишь узенькие пластиковые швы снизу и сверху. Соответственно, никаких вопросов к сборке здесь нет и быть не может. Корпус действительно монолитный. Вдоль торцов тянутся две блестящие и эффектные фаски. На правом торце опять же металлические кнопки питания и громкости. Они не дребезжат и плотно сидят в своих нишах. Слева имеем стандартный лоток с комбинированными слотами, где можно разместить либо две симки размера nano, либо одну сим-карту и карту памяти. На верхнем торце только шумоподавляющий дополнительный микрофон, ну и джек для гарнитуры, разговорный микрофон, разъем microUSB и перфорация динамика находятся на нижнем торце. Объектив основной камеры абсолютно не выступает за поверхность корпуса и даже слегка в него утоплен. Под объективом видим двухцветную вспышку. Фронтальная панель покрыта стеклом с эффектом 2.5D, но данный эффект такой легкий. Скругление стекла на торцах есть, конечно, но не ярко выраженные. Когда-то компания Meizu накосячила с кривой многофункциональной кнопкой и с тех пор народ уделяет особое внимание этому моменту. Здесь все нормально, в моем экземпляре кнопка ровная, проблем нет. Напомню, с помощью кнопки M-Touch вы можете осуществить действие назад, возврат на рабочий стол или заблокировать экран. И в нее же встроен сканер отпечатков пальцев. В этом серебристом варианте фронтальная панель белая, в золотистой версии имеем также белый фронт. Кроме того, предусмотрен синий вариант, опять же с белым фронтом и темно-серый с черным обрамлением экрана. Но сейчас синий и серый цвета в дефиците, да и цены на них заметно выше. И такие маркетинговые подляночки нам часто подбрасывают не только Meizu, но и другие бренды. Ширина рамок справа и слева от экрана вполне вменяемая, рамочки абсолютно не напрягают. Длина смартфона 153 мм, ширина 75 мм и толщина 8 мм. В связи с металлическим корпусом и весьма емкой батареи Meizu M5 Note имеет ощутимый вес, равный 177 граммам. Дисплей получил IPS-матрицу с разрешением Full HD и отличными углами обзора, придраться к которым практически нереально. Мультитач на 10 одновременных касаний, есть олеофобное покрытие на стекле. Контрастность хорошая, цвета естественные, но, как и в Meizu M5, в M5 Note есть проблемка с передачей белого цвета. Если в M5 белый цвет отдавал зеленоватым, то здесь он уходит в розовые оттенки. Надеюсь, на фоне моего Redmi 4 Pro это будет заметно. Хотя и Redmi 4 Pro в этом отношении не идеален, так как его экран слегка желтит. Вполне возможно, что Meizu будет ставить разные матрицы на эту модель, для китайских производителей это в порядке вещей. Но в моем экземпляре из ранних партий и есть розовый оттенок, это факт. Максимальный запас яркости хорош, на солнце проблем быть не должно. Минимальная подсветка не гасит полностью экран, но для использования в темноте нижний порог яркости вполне комфортен. Ну и оболочка Flyme позволяет активировать так называемый режим защиты глаз для более комфортного чтения, а также есть возможность вручную настраивать световую температуру. Ну вот мы и добрались до самого уязвимого места Meizu M5 Note, которое подвергается критике чаще всего. Я конечно же имею ввиду его процессор. Нужно сказать, критика вполне обоснованная. Да, я понимаю, что компания Meizu имеет какие-то терки из-за патентов с Qualcomm, поэтому они не имеют возможности ставить свои смартфоны, процессоры Snapdragon и используют чипсеты от Mediatek. Это ладно. Но почему они поставили в новый M5 Note процессор Helio P10? Почему не Helio X20 хотя бы? Да на крайняк тот же старичок X10 смотрелся бы даже лучше, чем P10. То есть в этом отношении нет никакого прогресса в сравнении с предшественником Meizu M3 Note, который также работает на Helio P10. Для информации, Helio P10, он же Mediatek MT6755, это бюджетный чипсет родом из 2015 года. Он включает в себя 8 ядер Cortex-A53 с максимальной частотой 1,8 ГГц, техпроцесс 28 нанометров, встроенная графика Mali-T860. Ну хоть оперативной памяти не зажали, младшая версия получила 3 ГБ АЗУ и накопитель на 16 ГБ, доступность которых около 10. Средняя версия также имеет 3 ГБ оперативы и накопитель на 32. Ну и старший вариант способен предложить 4 ГБ АЗУ, накопитель на 64 ГБ, но и ценник у него переваливает за 200 баксов, а при бюджетном процессоре это уже совсем не интересно. Итак, производительность. Да, в сравнении с предшественниками прогресса нет. С другой стороны, бюджетные процессоры уже давно достигли того уровня, который позволяет им обеспечивать плавность работы интерфейса и отсутствии тормозов при работе со стандартным набором приложений. То есть в повседневной работе Meizu M5 Note будет вполне комфортен. Фильмы, YouTube, интернет-серфинг, все это не представляет сложности для данного железа. Например, недавно я делал обзор Honor 6X, там тоже не самый производительный процесс, хотя немного мощнее, но общее впечатление о том смартфоне у меня осталось только позитивное. По сути, единственное, для чего не хватает производительности M5 Note, это требовательные игры на высоких настройках графики, поэтому заядлым мобильным геймерам эта модель не рекомендована. В простые игрульки, естественно, вы можете залипать без каких-либо проблем, а вот самые продвинутые игры пойдут только на минимальных или на средних настройках графики. Далеко ходить не будем, посмотрим на популярные танки. Включать максимальный графон я даже не пытался, смысла нет. Сразу запустил танки на средней графике и тут же понял, что я тоже погорячился. Фпс был малоиграбельным, да чего уж там он был неиграбельным, а в снайперском режиме наблюдалось настоящее слайд-шоу с частотой 10-15 кадров в секунду. Если на средней графике отключить тени и текстуры HD, то играбельность заметно улучшается, и мы получаем уже приемлемый фпс на уровне 30-40 кадров в секунду. Да, иногда в снайперском режиме будут лаги, но назвать их критичными нельзя. На минимальной графике вообще проблем нет, получаем стабильный фпс 40-50 кадров в секунду, то есть смартфон годится и для тяжелых игр, в том числе, если не выкручивать графику на максимум. А в мобильных игрульках, как вы знаете, на первом месте всегда стоял сам геймплей, а не качество текстур и различные эффекты. Так что не так уж все и плохо, как кажется на первый взгляд, и скоротать время в играх смарт все же позволяет. Нагрев корпуса в играх есть, он ощутимый, но не критичный, руки смартфон не обжигает. 40 минут в танках разогрели процессор до 56 градусов, а температура на батарее составила 40 градусов. Если вас волнует вопрос присутствия троттлинга, то могу сказать, что он здесь не проявляется. По крайней мере, пятикратный запуск 3D-теста Epic Citadel на ультра-настройках троттлинга не выявил. Фпс стабильно держался на уровне 33 кадра в секунду. Естественно, на борту у нас Android версия 6.0 и поверх него получаем фирменную программную оболочку Flyme 5 от Meizu. Из Китая сейчас смартфоны приезжают с прошивкой с индексом А, то есть с китайской прошивкой. Но она мультиязычная, русификация почти полная, есть плей-маркет, ненужной китайчины нет и все работает корректно. Впрочем, и в России у перекупов Meizu M5 Note сейчас продается с такими прошивками. Но в будущем, скорее всего, данная модель будет продаваться с официальной глобальной прошивкой и получит Flyme 6. Теперь о камерах. Я специально прошерстил интернет в поисках инфы о том, какой сенсор получила основная камера Meizu M5 Note. И почему-то большинство обзорщиков говорят о наличии сенсора Sony IMX 258. Ну не знаю, программно определяется 13-мегапиксельный сенсор Samsung S5K3L8. И если это правда, то M5 Note получил такой же сенсор, как и его прямой конкурент Xiaomi Redmi Note 4 и еще масса других смартфонов. Как бы там ни было, предлагаю не зацикливаться на сенсоре, давайте смотреть на реальные результаты. Поснимать при действительно хорошем освещении так у меня и не получилось. Второй день на улице мрачная дождливая погода. Но зато мы видим все изъяны камеры. При недостатке света фотки получаются так себе. Но это и понятно. Апертура оптики f2.2 и это также сказывается. Есть дефицит детализации, да и зашумленность приличная. Так как камера не имеет стабилизации, более-менее четкий кадр не всегда получается с первого раза. При улучшении освещения качество фото конечно будет лучше. Кроме того имеются ручные настройки, при работе с которыми также можно добиться лучших результатов. В общем обычная камера, которая в целом соответствует цене самого смартфона. Двойная вспышка яркая, ее вполне можно использовать для фотосъемки. Работает она правильно и кадр не пересвечивает. Ради интереса сравнил камеру Meizu M3 Note с камерой Redmi 4 Pro. Освещение опять же далеко не лучше. Видим, что Redmi 4 Pro выдает чуть более насыщенные цвета. Но при оценивании кропов становится понятно, что по детализации и уровню зашумленности камера M5 Note определенно лучше. В описании видео будет ссылка на исходники с камер, можете скачать их и подробно оценить самостоятельно. Фронталка 5 мегапиксельная на базе сенсора S5K 5E8 от Samsung. Такую же фронталку мы видели у Meizu M5 и это я вам скажу отличная лицевая камера. При достаточном освещении для селфи очень даже годится. Видеосъемка основной камеры ведется в разрешении Full HD. Качество видео среднее, но опять же при хорошем свете поснимать так и не удалось. Хорошо то, что видеокамера при слабом освещении не понижает частоту кадров, как это делают камеры бюджетников от Xiaomi. Но от шумов, конечно, никуда не деться. Meizu M5 Note. Проверяем видеосъемку и звук при съемке видео в условиях помещения. Освещения недостаточно. Со связью, порядок, разговорный микрофон и слуховой динамик меня полностью устроили. Что касается набора частот, то инженерное меню показывает поддержку 4G на бендах 1, 3, 7, 38, 39, 40 и 41. Band 20 не определяется. Работа в сетях 3G возможна во всех распространенных диапазонах. Конечно же, смарт поддерживает OTG подключение, Wi-Fi двух диапазонный, то есть с поддержкой частоты 5 ГГц, но это я не проверял. Модуль GPS коннектится с небом менее чем за 10 секунд. В моем случае холодный старт занял 7 секунд с подключением к 8 спутникам GPS и GLONASS за это время. Помимо акселерометра и стандартных сенсоров освещения и приближения, имеем гироскоп, датчик магнитных полей и шагомер, то есть ничто не мешает использовать смартфон с очками VR. Сканер отпечатков под экраном – это удобно, но из-за того, что сама кнопка не очень широкая, все-таки иногда бывают ошибки в его работе, но в целом пользоваться можно. Звук в наушниках. Ну, я уже неоднократно говорил, что я не спец в этом деле и не умею вылавливать ушами все эти перкуссии, динамические диапазоны и стереопанорамы. В этом отношении я обычный пользователь, да и наушники у меня самые обычные. Это Xiaomi гибрид и звучание Meizu M5 Note меня полностью устроило. Не могу сказать ничего плохого. С оценкой внешнего динамика все намного проще. Здесь он, скажем так, неплохой, но и не более того. Звучит чисто, но помимо высоких частот он ничего выдать не может, да и запас громкости средний. Динамики в смартфонах Xiaomi мне нравятся больше. Встроенная батарея имеет емкость 4000 мАч. Это солидно и достойно, но на этой прошивке смартфон не удивляет автономностью. При воспроизведении HD Video Online разряд составляет 16% в час, а при игре в танки, опять же онлайн, батарея потеряла 24% за тот же час. Для такой емкости результаты не впечатляющие, но есть все основания надеяться, что в глобальной прошивке показатели улучшатся. Зато есть быстрая зарядка. Этот скриншот я сделал в 18.42. Оставалось 26% заряда и я поставил его на зарядку. Ровно через час уровень заряда составил 90%. То есть за час батарея зарядилась на 64%. Итак, сразу об альтернативах. Если вам нужен более производительный смарт с такой же диагональю экрана за аналогичные деньги, вы всегда можете взять тот же Redmi Note 3 Pro. Он уступает по дизайну, но заметно лучше по процессору. Redmi Note 4 еще одна альтернатива. Он и по дизайну ничем не хуже, да и процессор Helio X20 пободрее. Но я уверен, что у поклонников Meizu, да и среди людей, которым не важны игры на телефоне, модель M5 Note будет пользоваться популярностью. За свои небольшие деньги, по крайней мере в этой младшей модификации, он вполне неплох. Приятный брендовый смартфон для повседневного использования. Оставляйте свои мнения о смартфоне в комментах. Если интересны новые обзоры, подписывайтесь на канал. Девайсов у меня накопилось много, видосы будут выходить регулярно. А на этом у меня все. Пока!